Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал о Маркетсе, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря еще один блок статистики из Германии, который, честно говоря, в последнее время очень сильно разочаровывает, да и в целом мы уже давно пришли к выводу, что немецкая экономика находится в рецессии. Просто эта рецессия будет со временем углубляться. Сегодня 8.55 по GMT ждем индекс производственной активности Германии. Разумеется, цифры должны быть исключительно слабыми, учитывая динамику в целом промышленного производства и учитывая то, что бизнес-оптимизм, как по оценке IFO, так и по оценке ZIU, явно не верит в какое-то оздоровление экономических перспектив и их улучшение. Ну, я в принципе тоже. Может быть, какой-то свет в конце туннеля есть касательно экономики еврозоны в целом. Но и здесь тоже очень большие вопросы, учитывая последние данные по темпам экономического роста, которые мы буквально разбирали, анализировали накануне. Ключевое, фундаментальное событие этой торговой сессии – это заседание Банка Англии в 12.00 по GMT. Фактические решения по ключевой процентной ставке, распределению голосов, протоколы заседания. В этот день обычно концентрируются все вот эти значимые макроэкономические отчеты. Мы привыкли уже называем этот день касательно британской валюты с суперчетвергом. Плюс ко всему, спустя полчаса после того, как мы узнаем о решении по ключевой процентной ставке, состоится пресс-конференция главы Банка Англии Эндрю Бейли. И вот это событие может стать куда более интересным для рынка с точки зрения воздействия на него, потому что Бейли точно обязан прокомментировать перспективы британской монетарной политики. И мы должны уже понять в целом, будет ли Банк Англии рассматривать возможность дополнительного ужесточения политики, исходя из того, что инфляция остается на отметке 6,7%. Но забегая вперед, хочу сказать, что если Банк Англии пойдет на дополнительное повышение ставки в текущих условиях, это будет прям совсем абсурдное решение, потому что мы видим, что прежние решения абсолютно не работают. Инфляция остается на самых высоких уровнях среди всех развитых стран, а все остальные индикаторы, показатели экономики снижаются. И активность тоже во всех секторах, промышленности, в сфере услуг, строительстве, роничные продажи тоже очень сильно приседают. И здесь нет какой-то взаимосвязи между показателем инфляции и того, что высокая инфляция является следствием значительных показателей розничной активности. Этого сейчас в британской экономике не происходит, поэтому по ВВП, к сожалению, только лишь пессимистичные цифры. И раньше уже сравнивали то, что происходит в Британии, похоже на то, что происходит в немецкой экономике. Давайте по порядку, друзья. Индекс доллара 106.20 снизились по сравнению с локальными максимумами вчерашней торговой сессии. Немного не дотянули до нашего долгосрочного целевого ориентира 107 пунктов. Но я думаю, что нужно дать просто американской валюте побольше времени. Тем более, что у нас есть еще козырь в рукаве. Это данные по Nonfarm Perls. Мы их ожидаем уже завтра. Касательно отчета по американскому рынку труда, частной оценки EDP, 115 тысяч новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора. Лучше показатели, чем показатели двухмесячной давности, когда рост составил 89 тысяч. Но все-таки 115 тысяч ниже, чем прогноз, который предполагал повышение числа рабочих мест на 150 тысяч. Я считаю, что в целом этот релиз можно интерпретировать как довольно неплохой и оптимистично настраиваться на предстоящий релиз Nonfarm Perls. Потому что именно характер и качество тех показателей, которые нам предстоит проанализировать завтра, повлияет, конечно же, на риторику Федрезерова до конца этого года. Решение Федрезерова по ключевой процентной ставке 5,5% в соответствии с ожиданиями, никаких отклонений. При той вероятности, которая изначально присутствовала относительно потенциальной корректировки процентной ставки, при такой вероятности ставку не могли изменить и оставили на прежнем уровне. Тезисы, справительные заявления, они абсолютно точно такие же, как мы видели на прошлом заседании. То, что экономика растет, сейчас мы точно можем сказать, что может быть даже ФРС недооценивал потенциал роста экономики, потому что в третьем квартале она выросла на 4,9%. Инфляция по-прежнему остается слишком высокой. ФРС – это адаптивный регулятор, который готов реагировать на текущие экономические условия и, соответственно, подстраивать проводимую монетарную политику под то, что сейчас происходит в экономике. Заранее решения по процентной ставке не принимаются, и регулятор исходит из условий экономических, которые складываются непосредственно на момент самого заседания. На пресс-конференции я очень надеялся, что Паул хотя бы во время ответов на вопросы будет более щедро на жесткие комментарии и заявления. Он, к сожалению, тоже предпочел использовать абсолютно те же тезисы, что и раньше, что ограничительная политика оправдана в текущих условиях, потому что, как я только что отметил, все руководство американского регулятора видит колоссальные риски для того, чтобы инфляция оказалась на новых локальных максимумах. И раньше эти признаки перечисляла. Это сильный рынок труда, рост потребительской активности, и в целом мы видим, как растет экономика 4,9%. Да, это априори является определяющим фактором того, что рынок труда дальше будет прогрессировать, а вместе с прогрессом на рынке труда придут повышения заработных плат. И вот тут опять выходим на условия для роста инфляции. В общем, ФРС не собирается отказываться от жесткой монетарной политики. Но если бы было вот это конкретное заявление о том, что ставка хотя бы останется на тех же самых уровнях в течение длительного периода времени, большей части 2024 года, этого оказалось бы достаточно, чтобы придать импульс росту американскому доллару. Но Паул, к сожалению, такую формулировку не использовал. Ждем, друзья. Теперь отчет Non-Farm Perlus. С додуманом за ФРС сами. Если отчет будет сильным, то понятное дело, что еще одна предпосылка появится для роста инфляции, и Федерезерву все же придется рынку сказать о том, что текущая жесткая монетарная политика будет сохранена на более продолжительное время. Я сохраняю длинную позицию и думаю, что 107 пунктов – это вполне реальный целевоориентир на ближайшие торговые сессии. Евро против доллара 1,0596. Ранее мы анализировали крайне слабые данные по еврозоне. Это показатели ВВП. Сейчас не будем их снова касаться, но просто напоминаю, что и экономика валютного блока также сейчас остается на грани рецессии. Инфляция значительно снизилась с 4,3% до 2,9%. И один из членов Совета управляющих Европейского центрального банка, Яхим Нагель, вчера подтвердил, что значение по инфляции текущей явно доказывает то, что Европейскому центральному банку больше не нужно менять ключевую процентную ставку. Я об этом говорил еще до того, как выступил Фак Нагель. Это вообще будет теперь позиция Европейского центрального банка, а поэтому без анонса перспективы ее изменения в будущем евро не сможет заручиться достаточной поддержкой, чтобы оказать какую-то конкуренцию американскому доллару. Если засомневаетесь касательно соотношения показателей инфляции, что лучше покупать евро или доллар, не забывайте про показатели ВВП, где в третьем квартале экономика еврозоны снизилась на 0,1%, а экономика США выросла на 4,9%. Британская валюта 1,2180. Сегодня я ожидаю исключительно мягкую риторику от британского регулятора, потому что повышать ставку нельзя. Это не условия, которые сейчас сложились в США, где рост инфляции совпадает с ростом потребительской активности. В Англии все не так. В Англии растет инфляция, потребительская активность снижается. Помните последние данные по роничным продажам, когда в месячном выражении они снизились почти на 1%. Экономика уже балансирует на грани пропасти под названием рецессия, поэтому Банк Англии сегодня отделается, в лучшем случае, нейтральными комментариями. Скорее всего, ухудшат прогнозы по экономическому росту, и это может оказать давление на фонд. Доллар иена 150.39, ждем закрепления пары ниже отметки 150. В идеале бы, чтобы она спустилась поближе к уровню 149, где попробуем снова ее купить. Американский фондовый рынок 4265 по СНП, цели 4000 остаются актуальными. И рынок нефти 85.46. Геополитика остается центральной темой. Иран призвал прекратить поставки энергоресурсов в Израиль. Мы знаем то, что власти Колумбии и Чили уже выслали послов Израиля из-за событий, связанных с Палестиной-Израильским конфликтом, и введения войск Израиля на территорию сектора газа. Я думаю, что этот конфликт будет и дальше бурлить. Соответственно, в любой момент это может привести к взрывному хвосту котировок Brent и WCI. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.